Доброго времени суток! Сегодня у нас на видео обзоре дамская лопата свекольная скраб. Она называется либо дамская, либо свекольная. Лопатка маленькая, удобная, но сегодня полноценный обзор. Есть у меня видеоролик про изготовление этой лопатки. Я в качестве я доработал вот эти вот уголки, чтобы нажимать удобнее. Ну в общем видео обзор вот так вот получается. Лопата лопнула в двух местах. Вот в этом месте лопнула у основания тулейки сначала, а потом вот в этом. Вы спросите, а что же я такого делал-то этой лопатой, что она так лопнула? А все просто. Эту лопату я делал под задачу определенную. Это посадка кедров в лесу. Я ей успел в этот сезон, я ее начал еще до рецидива, у меня рецидива, рецидив рак хондросаркома. Я ее начал еще делать до рецидива, до рецидива. После рецидива я ее закончил, сделал под себя. Удобненько, легонько все меня вполне устраивало. Успел я ей посадить 350 кедров сибирских и в один определенный момент я только 4 кедра посадил и все лопнуло. Я остальное все драл руками и все кедры сажал руками. Лопата просто, просто вот так вот лопнула. Сначала образовалась вот с этой стороны небольшая трещинка. Вот так вот она сначала образовалась, но в конце концов она лопнула до конца. Причина, скорее всего, она перекалена, но мне это как покупателю не волнует. Перекалена она не перекалена. Она заявлена как рессорная сталь. Что-то по твердости она напоминает. Первое я, конечно, когда делал, я думал, а стоит ли сюда приварить шайбу? Усилить? Да, шайбы сюда стоило приварить, чтобы усилить основание тулейки, но смысл ей усилять, если она лопнула вот в этом месте. Так, что касается, какие грунты я использую при посадке кедров, я использую, в основном я сажаю на суписи, либо под золистые почвы, либо плодородный верхний слой лесной с перегноем. Вот, то есть никаких камней, никаких дернин, ничего нет. Сейчас я вам покажу в сравнении вот такую лопатку. Это чистый Китай. Чистый Китай. Написано рессорная сталь, да, она соответствует. Вот этой лопатой я только живую изгородь посадил вокруг своего участка 400 елок. Я ей вот реально, знаете, елочку иногда выкапываешь, корень березы или чего. Вот этой лопатой я реально рвал. Да, она потом по истечении времени вот здесь вот дала трещинку. Я ее заварил в этом году. Но с этой трещинкой я ей работал еще два года. Два года. И смотрите, она облегченная. У нее нет ребер жесткости. Вот в этом месте она еще облегченная. Вот это действительно достойная лопата. Лопаты вот это куплено еще по цене 100 рублей. Вот это же говнище скраб куплено за 500 рублей. За 500 рублей. Плюс еще проведена доработка. Так лопата удобна, но нажимать неудобно. Сюда приварены уголки. Так, ну что ж, мой вердикт. Это говно-лопата. Говно-лопата. Соответственно, нам несложно догадаться, что это говно-лопата сделана говно-китайцами. Говно-китайцами. Я к покупке такую лопату не рекомендую.